Казахстанский автопром наращивает мощности. В прошлом году объемы выпуска отечественных машин на 72%. С конвейеров автозаводов республики сошло продукции на 185 миллиардов тенге. По оценкам финансистов, автоиндустрия становится самой быстро растущей отраслью несырьевого сектора экономики. На масштабах производства скажется и строительство нового автозавода в Усть-Каменогорске. На окраине Усть-Каменогорск идет большая стройка. В 2020-м здесь разместят новый автомобильный завод. На территории в 500 гектаров грейдеры разровняли полтора миллионов кубометров грунта, уложили 16 тысяч кубометров бетона и влили 365 колонн. Каркас цехов подготовлен после технической обработки и в первый год эксплуатации уже в 2020-м. С конвейеров нового автозавода сойдут 60 тысяч автомобилей. Предприятие дополнительно потребует еще тысячи сотрудников. Плодок специалистов готовят уже сейчас на базе действующих автопроизводств. Запуск цехового оборудования и переобучение персонала ускорят автопроизводство. По новым технологиям 20 автомобилей-механики собирают на 320 секунд быстрее. За один год ускоренной работы и количество произведенных машин возросло на 25%. Итог такой оптимизации – сокращение рабочего времени на 32 часа в год. До конца 2019 года автопроизводители Усть-Каменогорска планируют поставить в автосалоны 30 тысяч новых авто. Казахстанские спасатели готовятся к весенним паводкам. В Восточно-Казахстане укрепляют плотины. На севере республики, где в зонах возможны подтопления, находятся 92 населенных пункта. Развернуты работы ДЧС. Подготовлены семь сотен единиц спецтехники. В режим повышенной готовности переведены экстренные службы Костанайской области. Так, схематически в подоходном блокноте проектировщики обрисовали план украшения полноводной реки и переноса ее русла. Стоимость проекта составит 800 миллионов тенге. На выполнение работ в городском бюджете нет средств. Чиновники подают задавки на республиканское финансирование. Всего же в Восточном Казахстане к началу весны укрепили 45 дамб и плотин. Еще 15 планируют отремонтировать. На эти цели еще потребуется 267 миллионов тенге. В Костанайской области ситуацию на реках тоже отслеживают. Спасатели контролируют наполняемость гидротехнических сооружений талами-водами. Паводковые иски здесь сохраняются. Высота снежного покрова превышает прошлогодние показатели. Именно поэтому в прибрежных стелах заранее подготовлены более 100 пунктов эвакуации. А бюджет противопаводковых мероприятий уже превысил 442 миллиона тенге. По предварительным данным КЧС, паводковые угрозы возможны в девяти регионах страны. Именно поэтому в областях выполнено укрепление 174 защитных дамб и произведено ремонтов 119 гидротехнических сооружений, 64 мостов с повышенной водопропускной способностью. Будем отслеживать прогноз погоды. Наверное, в третьей декаде мы будем сосредотачивать ее в южных районах нашей области. Это отдельная группировка Олихановский район, Айртаусский район и, безусловно, Габита-Мусрепово, где непосредственно у нас идут притоки рек. Три триллиона рублей или примерно 45 бюджетов Тверской области – столько денег россияне накопили за прошлый год. В основном люди доверяли деньги банкам, даже несмотря на относительно низкие ставки в среднем в 5,5-6%. В этом году картина изменилась к лучшему. Доходность складов растет. После рекорда низких 4,3% по итогам 2018 года в России снова разгоняется инфляция. Прогноз на текущий год в 5-5,5%. А в остальных странах Содружества, за исключением Армении, она еще выше. Как сделать так, чтобы накопления не растаяли из-за роста цен? Самый привычный ответ на этот вопрос – банковские депозиты. Например, российские банки предлагают по ним 6 или 7% годовых. Вклады остаются самым популярным способом сбережений и в странах Содружества. В Казахстане жители из года в год наращивают объемы денег на своих счетах. Но все-таки ставки по депозитам почти никогда не превышают инфляции больше, чем на 1-2%. Те, кто хочет именно заработать с относительно небольшими исходными суммами и в краткий срок, должны понимать – риски при этом неизбежны. Самые надежные инструменты – облигации федерального займа. На паевых инвестиционных фондах и акциях частных компаний можно заработать десятки процентов, а можно потерять все. Насчет сбережений валюте экономисты единодушны. Переводить в нее часть денег можно, но только не все. Ни в коем случае не пытаться заработать на краткосрочных скачках курсов. Для непрофессионала это подобно игре в казино. Только тут в выигрыше всегда остается обменник со своей комиссией. Куда более надежный способ – обезопасить свои кровные драгметаллы. Еще один традиционный способ, если не приумножить, то хотя бы сохранить накопление – это недвижимость. Здесь нужно лишь иметь достаточно сбережений. Ведь в больших городах даже самая маленькая квартира – вложение нешуточное. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Под фейковыми новостями подразумевается недостоверная общественная значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающих угрозу для безопасности. У владельцев интернет-площадок в том числе есть право добровольно заработать или попросить заблокировать или поправить недостоверные сведения. На это у них есть целые сутки, сказал выступая от фракции «Единой России» первый зампредседатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, добавив, что закон нельзя воспринимать как цензуру. С ярой критикой документа выступил депутат от фракции КПРФ, заявивший, что закон своих целей не достигнет. По его словам, описанные в законе механизм борьбы сложной информации вызывают кучу вопросов, на которые нет абсолютно никакого ответа. Закон также предусматривает штрафы. За первое распространение недостоверной информации гражданам грозит штраф в 100 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Если фейковые новости привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка – от 400 до 1,5 миллиона рублей. Он не запрещает критиковать чиновников, не запрещает высказывать мнение суждения или точку зрения, отличную от официальной. Только факты, а не мнение и суждение могут быть достоверными или недостоверными, а следовательно попадать под действие этого закона. Полтора миллиона тонн. Именно столько картофеля удалось вырастить каргизским фермерам в прошлом году. Потребность внутреннего рынка – 900 тысяч. Таким образом, 600 тысяч тонн нужно было продать за рубеж. Расчет был на Россию, Казахстан и снова открывшийся рынок Узбекистана. Однако последняя предпочла более дешевый пакистанский картофель. В прошлом году килограмм картофеля стоил 15 сомов, в этом всего пять. Из-за отсутствия спроса каргизские фермеры стали нести многомиллионные убытки еще с осени. Недавний временный запрет на ввоз картофеля из-за его ненадлежащего качества, введенный казахстанским правительством, только ухудшил ситуацию. Благо, что ограничения продлились всего неделю. Кыргызстан продолжит поставки картофеля, но при этом будет внимательно следить за тем, насколько безопасны овощи. Откровенно говоря, вопросы есть. Министерству сельского хозяйства нужно вести системную работу. Мы не должны осенью говорить крестьянам, что сеять – картошку или чеснок. На рынке востребованы все продукты. Наша задача – изучение спроса на сельхозпродукцию и создание условий для ее сбыта. Российский производитель лимузинов проекта «Картэш» выходит на международный рынок. Автомобили для экспорта представлены на автосалоне в Женеве в двух вариантах. Черный бронированный лимузин и золотой седан. Глава Минпромторга Денис Монтуров подчеркивает, что на таких автомобилях президент Владимир Путин ездит с мая прошлого года, участвуя в развитии проекта. Серийные производства российских автомобилей представительского класса собираются наладить в Татарстане. К седану и лимузину в линейку молодые ли хотят добавить внедорожник и мини-вэн. Предполагается, что экспорт машин в Европу начнется в 2021 году. Министерства промышленности говорят, что уже видят, цитата, «горячий интерес у потенциальных дилеров». «Он регулярно делает замечания, и мы их записываем. Он внес некоторые изменения в конструкцию, связанные, скажем так, с гидравлической системой. Мы сделали подвеску достаточно мягкой, и он попросил внести поправки, чтобы сделать ее, я бы сказал, жестче, даже брутальнее». Спустя восемь лет после аварии на атомной электростанции Фукусима Япония не может справиться с ее последствиями. Несмотря на то, что специалистам удалось закрыть поврежденные энергоблоки и ограничить масштабы загрязнения окружающей среды, угроза обострения ситуации сохраняется. Проблема связана с зараженной водой, собранной в зоне ЧП. Миллион литров хранится в контейнерах рядом с АЭС. В случае нового землетрясения они могут получить повреждения, а это, в свою очередь, грозит новыми проблемами для экологии, предупреждает в токийской энергетической компании. Воду из Фукусимы собираются в конце концов слить в океан, однако до этого ее необходимо будет очистить. Предполагается, что работы по деактивации займут около двух лет. Еще четыре десятилетия уйдут на разбор, разрушение энергоблоков и зачистку территории АЭС. Стоимость работ, по оценкам правительства, составит порядка 200 миллиардов долларов США. Авария на АЭС Фукусима-1 произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Волна, которая оказалась выше защитных сооружений, вывела из строя системы охлаждения и управления станцией, спровоцировав в итоге серию взрывов и разрушения энергоблоков. Президент Финляндии Саулинини Стё принял решение об отставке правительства, поданное ему премьером-министром. Вместе с тем глава государства попросил Кабинет министров продолжить исполнение своих служебных обязанностей до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Причиной отставки стала неспособность членов Кабинета согласовать позиции по реформе системы социального обеспечения и здравоохранения. Речь шла о сокращении роста государственных расходов, ускорившихся на фоне старения населения. Премьер-министр отметил, что крайне разочарован провалом реформы, в которой, по его словам, нуждается Финляндия. Пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что уход в отставку правительства не повлияет на сроки проведения в стране парламентских выборов. Они должны состояться 14 апреля. Женщин-инвесторов в Европе почти столько же, сколько и мужчин. Но по данным исследования, проведенного крупнейшим швейцарским финансовым холдингом ЮБС, 56% замужних женщин оставляют решающие слово вопросов денежных вкладов своим супругам. Среди молодежи, представляющих поколение 90-х, этот показатель еще выше. 61% против 54 женщин старшего поколения. 85% замужних женщин, не принимающих долгосрочных финансовых решений, считают, что их супруги лучше в этом разбираются. И почти все они довольны таким положением вещей. А вот 98% вдов и разведенных советуют всем женщинам принимать активное участие в решении финансовых вопросов как можно скорее. Исследования показали, что в тактических вопросах женщины обыгрывают мужчин. Они осторожнее чаще избирают в ожидательную тактику и в итоге теряют в годовой прибыли от вложений как минимум на 1% меньше. На фоне Американо-китайской торговой войны экспорт из Поднебесной продемонстрировал максимальное снижение за последние три года. По сравнению с февралем 2016-го он упал на 20,7%. Эксперты ожидали падение на уровне 4,8% после январского роста на более чем 9%. Импорт снижался третий месяц подряд. Также упал в феврале на 5,2% в годовом исчислении. Эти данные указывают на слабое начало года для китайской экономики. Сохраняется и неопределенность в торговле. После встречи с лидером КНР президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин, но старые с обоих сторон сохраняются. Трамп отметил прогресс переговоров, заявив, что они должны завершиться либо хорошей сделкой, либо никакой. Он требует сокращения торгового дисбаланса. Китай предложил увеличить закупки американских товаров, чтобы удовлетворить требования Трампа. Субтитры создавал DimaTorzok